Игорь Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, добрый день. Спасибо, что вы с нами. Вы следили вчера за событиями в Башкортостане, в Башкирии? Вчера и сегодня только что у меня был в эфире один из лидеров вот этого движения освободения Башкортостана. Так у нас эксклюзив. Расскажите нам, пожалуйста. Ну, собственно, особого эксклюзива нет, но действительно это большое национальное освободительное движение, которое периодически вспыхивает. Понимаете, это все как Башкортостан. Это, я бы сказал, такой торфяной пожар, который тлеет под коросты, под этой почвой покорности. То есть, на самом деле, вот эта вот вся путинская стабильность, она, это вот такая стабильность, которая выглядит как стабильность, когда под почвой идет торфяной пожар. И на сегодняшний момент вот мы видим то, что вы сейчас показываете, вот эти вот росгвардейцы, которых нагнали со всех сторон, они обеспечивают эту стабильность. Но вот здесь прорвало, потому что затронули, так сказать, одного из лидеров этого движения. И вот особенность, что такое Башкортостан и что такое вот этот город конкретно, это Зауралье, где высокая концентрация именно Башкир. То есть, в Башкортостане сами Башкиры составляют меньшинство населения. Но вот в этом регионе как раз Башкир большинство. И туда съезжается, ведь это маленький очень городок, 17 тысяч населения, где вот, а выходит порядка 10 тысяч. То есть, на самом деле, больше, чем все взрослое население. Со всех окрестных сел, со всех окрестных городков съезжаются люди для того, чтобы поддержать этот процесс, протест. Вот. И, в принципе, вот это все... На самом деле, я абсолютно убежден, что когда, как только начнет трещать путинский режим, Башкортостан просто станет самостоятельным государством. У меня вот в этом нет никакого сомнения. И пойдет просто рассыпание Российской империи. Отвалится Татарстан, Башкортостан, Сибирская республика, Зауралье, Урал и так далее. Пойдет по цепочке дальше. Вот то, что мы видим сейчас, это, по сути дела, такое национально-освободительное движение, по сути, своей. Вот, что я могу сказать. И вот мы как раз сегодня об этом говорили. И таких движений по России довольно много. Знаете, что еще интересно? Насколько, в принципе, в других национальных республиках может быть что-то подобное? И как это может возникать? Что может стать причиной? То есть, нужна какая-то искра. А что это может быть? Ну, там, окей, война в Украине. Не хотите выходить по этому поводу? Ну, не выходите, выйдите по-другому. Нет, война в Украине сейчас не может быть таким обстоятельством. Конечно, я же об этом. Нет, я сейчас объясню, почему. Потому что, во-первых, война в Украине, люди, которые прямо вот открыто выступают и в своих программных документах пишут против войны в Украине, эти люди давно в тюрьме. Просто их сажают сразу. Значит, что послужило искрой, которая воспламенила вот этот вот город, воспламенила какую-то часть башкирского народа? Не весь, но часть. Остальные сочувствуют. Вот, но искрой стала ведь никакой не война, не какие-то там антипутинские настроения, а это природоохранная история, да. То есть, это покушение на, значит, вот этот вот, этот природный объект природной охраны, в котором хищнически стали добывать золото. Причем, в чем проблема? Башкортостан очень такой богатый регион, это, ну, это самая крупная республика, это 4 миллиона человек, и регион, в котором есть все. Там есть и золото, и есть нефть, есть газ. То есть, это очень богатый, самодостаточный регион. Но он разрабатывается, и не там свыше 40% национального дохода, а отправляется в Москву. То есть, ограбление дикое. То есть, Башкортостан – это колония. Это в чистом виде колония. И это, ну, колония в большей степени, чем даже были союзные республики. Это в чистом виде колония, которая ограбляется. Это ощущение того, что Башкиры находятся в условиях колонии. Там, по сути дела, уничтожается национальный язык. То есть, на самом деле, этот народ довольно серьезно гнобит. А Башкирии воевали против Российской империи всегда. И примерно так же, как чеченцы. Ну и, кстати говоря, многие народы воевали. Просто мало кто об этом знает. Мало кто знает, что Чукчи, например, два столетия воевали против русских. И победили. Просто так, на минуточку. Победили в этой войне. Русские отступили. И русский царь, так сказать, он не стал завоевывать Чукотку. И в обход Чукотки пошли на Аляску. Ну и потом уже там частично споили, частично обманом. Так что история освободительного движения народов России, она в исторической памяти присутствует. И они помнят. И те же самые Башкиры помнят. Не только Салавата Юлаева, но и других героев народного сопротивления. Поэтому я абсолютно убежден, что это все сдетонирует. Поводом может быть все что угодно. Это может быть... Ну вот здесь поводом стал арест и суд над известным человеком. Как правило, такого рода поводы могут возникать везде. А арест может происходить из-за, например, какого-то экологического процесса. Там экологическое движение защищает какой-то природоохранный заповедник, а его хищнически найдут какую-нибудь нефть и начнут разрабатывать. И будет протест. Арестуют, вот народ выйдет. Обязательно выйдет. Здесь 100%. Какая-то история... Ну, например, это может быть что-нибудь связанное с национальным языком. Какое-нибудь унижение. Там где-нибудь, в какой-нибудь школе. Сейчас ведь практически башкирский язык, он не является... Он не преподается. Там надо специальное заявление писать для того, чтобы этот язык, так сказать, стали преподавать. И то, значит, напишут заявление родители, а учителей скажут, что учителей нет. И все. И, так сказать, опять-таки, это может стать причиной. То есть, поводов может стать огромное количество. И практически, вот по стране, ну, вообще трудно найти какую-то национальную республику, в которой не было бы вот такого вот мощного национально-освободительного движения. Ну, может быть, в какой-то степени Хакасия. Там пока не проснулась. Может быть. Вот. А так везде. Там Ингушетия. И, ну, по Северному Кавказу тоже везде. Татарстан, естественно. Там еще, ого-го, какое. Якутия. То есть, везде вот эти национально-освободительные движения есть. Но они, они, конечно, раздавлены, потому что наиболее активные люди в тюрьме. Ну, вот, а, так сказать, пока еще, пока еще ОМОН, ОМОН, ну, Росгвардия, вернее, как сейчас это называется, пока еще в состоянии подавить. Ну, вот вы видели, там, кусками льда кидают в них. Вот. Но оружия нет. Поэтому пока это выглядит вот таким образом. Но как только, как только сдетонирует что-то серьезное, то и оружие найдется. Ну, слушайте, интересно будет, конечно, наблюдать за всем этим. Также было бы интересно понять, какая республика может быть следующей. То есть, какая, знаете, вот где сейчас больше всего пороха. И какая вот республика может сдетонировать в ближайшем будущем. Ну, будем смотреть, конечно, наблюдать. Но я также хотел вас полюбопытствовать, знаете, о чем? О том, что сегодня произошло и в Ленинградской области, когда беспилотники Вооруженных сил Украины, как сообщает ГУР, уже долетают даже до, практически до Питера. Под Питером там удалось взорвать завод. Сейчас я точно хочу, чтобы... Так, 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 так. Да, Петербургский нафтовый терминал. Ну, в общем, терминал с нефтью удалось взорвать. Да, или, по крайней мере, как-то повредить, не знаю. Но точно, что понятно из всего этого, так то, что беспилотники долетают вот на такое расстояние. Более того, сегодня были проблемы там в аэропорту Шереметьево, потому что на какое-то время, временно не принимали рейсы. также под Москвой что-то там взрывалось. И скажите, пожалуйста, Михаил Александрович, вот такие события, вот такие хлопки, что ли, прилеты, я не знаю, они каким-то образом влияют на процессы внутри страны, на настроение людей и, самое главное, вот на власть российскую? Или абсолютно ничего не меняется от этого? Нет, нет, это... Вы знаете, давайте вот попробуем разделить эффект от этих действий. Значит, я, ну, с самого начала войны было очевидно, что вот это асимметричный характер, когда, значит, западные партнеры, ну, там, не то чтобы запрещали, но не рекомендовали использовать западное оружие для ударов по российской территории. Это полный идиотизм, это безобразие, но, к сожалению, пока все-таки военному и политическому руководству Украины приходится идти, идти навстречу, идти, можно сказать, на эти условия. Это безобразие полное и я очень надеюсь, что в этом году это будет отменено. И, кстати, во время своего балтийского турне Зеленский уже, так сказать, услышал от лидеров стран Балтии о том, что надо, надо, в принципе, прекращать это безобразие, что украинцам дают оружие и надо его использовать так, как они считают нужным. Иначе не бывает. И все разговоры об эскалации войны это полная ерунда. Куда еще эскалировать? Вот, поэтому я думаю, что у Украины я не сомневаюсь, да, я слышал, что сегодня, значит, вроде как Бундестаг вроде бы как не согласился давать Украине Таврусы, но я уверен, что они будут на вооружении Украины. Я уверен, что со временем будут и и тамагавки, и я уверен, что будут долетать. Будет долетать и до Уралвагонзавода, будет долетать и до значит военного аэродрома Энгельс, с которого летают бомбардировщики бомбить украинские города. Это все будет. Значит, ну вот точки над и зачем бить по российской территории? Если речь идет, я считаю, что самое главное это уничтожение военных объектов, уничтожение военного потенциала оккупационной армии. Вот каждый удар по военному аэродрому типа Энгельса это меньше, или удар по Уралвагонзаводу это меньше боеприпасов, это меньше самолетов, меньше авиабомб, меньше ракет. например, удары по российским судам, которые раньше представляли собой Черноморский флот, а сейчас уже непонятно, что, Азовский флот или Новороссийский флот, не знаю, как он теперь, вернее, флотилия, извините. Флотилия, давайте так уже, да. Две флотилии, давайте так договоримся, две флотилии, Азовская флотилия и Новороссийская флотилия. Вот удары по этим судам, они понятны, они полезны, потому что это, так сказать, ну да, с палуб этих военных кораблей летят крылатые ракеты. И уничтожение этих объектов это важная и полезная история. И вот это, вот это нужно, это необходимо. Уничтожение военных заводов, уничтожение нефтебаз, это все, это все подрыв военного потенциала оккупационной армии. Точка. Это важно, полезно, эффективно. И вот я лично, и как гражданин России, страны-агрессоры, это приветствую всем сердцем, всей душой. А теперь давайте другой аспект рассмотрим. Оказывает ли это воздействие на граждан России? Ну, конечно, какое-то эмоциональное воздействие оказывает, но может ли это привести к тому, что россияне скажут, о, слушайте, а тут вот, видите, вот по нам бьют, и значит, наверное, войну надо прекращать. Вот так это не работает. Это я просто понимаю, ну, особенно сегодняшней ситуации в тоталитарном фашистском режиме заключается в том, что опросная социология не работает. Понятно, я не думаю, что надо вашей аудитории и Юрия объяснять, почему. Понятно, что подойти на улице к человеку в Третьем Рейхе где-нибудь в 43-м году и спросить, как вы относитесь к Адольфу нашему Гитлеру, ну, нелепо. То же самое, там, какой-нибудь 38-й год в Москве спросить то же самое по отношению к Сталину, по отношению к политику ВКПБ. То же самое, в России сегодня почти то же самое. Поэтому, я думаю, что, но по косвенным показателям мы видим, что, в принципе, вот удары по территории России, они не приведут сегодня к тому, что российское население скажет, все, давайте мы прекращать, давайте мы будем мириться. И вот почему. Потому что, в принципе, вот на сегодняшний момент структура, примерно, есть косвенные индикаторы, по которым можно судить о настроениях. Примерно 20% против войны. Не просто против войны, а против Путина, скажем так. Потому что против войны могут быть и люди, которые за Путина. Тут по-разному все бывает. Но примерно 20% считают, что Путин, ну, скажем так, плохо сделал, что начал войну. Вот так вот, наверное, да, самое корректное будет, чтобы лишнего не приписывать людям. Что, в общем-то, Путин преступник и плохо он сделал, что начал войну. Это где-то вокруг 20%. 20% это жестко пропутинский, не просто электорат, это поддержка Путина, это люди, которые поддерживают все, что говорит Соловьев, Скобеев, Горулев, это аудитория вот этих всех каналов, это вот такая вот жесткая ядро поддержки Путина. А примерно 60% это люди, которым вообще на все наплевать. Им наплевать на то, что в Украине гибнут люди. Им наплевать на то, что в России там уже 300 тысяч так сказать, боевых потерь. Им наплевать на то, что где-то там в соседнем доме кого-то разбомбили. Им просто наплевать. Они лишены эмпатии. Это большое, это очень большая критическая масса людей, которая лишена эмпатии. И это проблема. Это по сути дела, хотя они не поддерживают Путина. Но им все равно и вот они свои вот этой вот наплевизм, они по сути дела и составляют решающую критическую массу пассивной поддержки путинской войны. Вот они составляют критику. Потому что эти 20% оголтелых, если бы не было этих 60%, я думаю, что войны бы не было. А вот эти 60% это основное. Возникает вопрос, а как вот они будут реагировать? Эти 20% оголтелых противостосторонников Путина, понятно, что они будут орать, что надо жестче, ну как все, что мы слышим каждый день по телевизору, что надо атомную бомбу кинуть, надо уничтожить Америку, надо уничтожить Англию и так далее. Это все мы слышим. Вот они примерно так думают, что мы просто либеральничаем, надо просто жестче, потому что вот видите, по нам бьют, да, это же обижают, русские, нас-то за что? Вот, это такая логика, это 20%, а 60% им все равно, им все равно, просто, потому что им, вот вы знаете, мы когда с вами слышим, ваши украинские журналисты, которые опрашивают значит, пленных и звонят их женам, их матерям, и мы сталкиваемся с тем, что им все равно. Абсолютно. Я всегда, я поражался, я уже два года с этим наблюдаю, я до сих пор в ужасе. Мы сталкиваемся, что им все равно. Вот сын, сын находится в плену, казалось бы, ну, сердце должно разрываться, нужно что-то делать, ну, кто-то, надо сказать, не все женщины такие, кто-то приезжает в Украину, кто-то пытается достучаться, каким-то образом, там, пытается обмен организовать, там, облегчить его жизнь в условиях плена, как-то договориться, но основная масса, да наплевать, деньги платят за него, если перестанут платить деньги, будет плохо, а так все равно. Вот, и некоторые, даже я слышал с ужасом, слышу, что звонит, звонят, значит, и говорят, вот у нас сын ваш в плену, а ей некогда, она не может говорить. Понимаете, такие же тоже были. Это просто какой-то дефект, очень сильный изъян, анатомический, отсутствует в мозгу, так сказать, участок мозга, который отвечает за эмпатию. Это проблема, это на самом деле социально, конечно, не анатомически, это я так, метафора, но это серьезный такой социальный изъян, дефицит эмпатии. Он проявляется, и он имеет огромное политическое значение. Вот, поэтому еще раз сухой остаток из этого некороткого размышления, я думаю, что удары по военным объектам по территории России, они имеют военное значение, но они не имеют политического значения. Не имеют. Политическое значение, я скажу, что имеет. В России всем наплевать на людей. Но в России не наплевать на территорию. Вот, в России всегда имела значение территория, а не люди. Это, это со времен Московского царства, ну что же, мы же историю знаем. Вот, со времен Московского, Великого княжества Московского, люди не важны, важна территория. Вот, и, фактически, отсюда и мясные штурмы, отсюда и жуковские победы, вот, которые доставались миллионными потерями. И путинские сегодня попытки, так сказать, уложить в украинский чернозем сотни тысяч людей для того, чтобы взять развалины какого-то маленького украинского городка. Вот, это, а вот территория важна, и какая, все, не всякая территория. Про Авдеевку, ну, сейчас все говорят, но все равно никто не понимает, что это, где это. Херсон, а черт его знает, что это такое. Значит, Запорожье, ну, да, где-то там, там были когда-то казаки, это все тоже не имеет значения. Даже Донецк не имеет значения. Крым, вот Крым, это, я бы сказал, это Кащеева игла. Крым, Кащеева игла. Крым, с него все началось, им все закончится. Я очень надеюсь, что для оккупации Крыма, а это все-таки реальная вещь, в отличие от Донбасса, с Донбассом будет очень сложно, потому что за Донбассом Россия, и Донбасс не отрежешь от России. Трудно, можно, конечно, но трудно. Вот, и там будет всегда, всегда у Донбасса будет тыл. А у Крыма тыла нет. У Крыма же нет тыла. Крым превратить в остров, ну, тяжело сейчас. Сейчас это не просматривается, но если у Украины будут Таурусы, если у Украины будут F-16, если у Украины будут, например, Тамагавки, то превратить Крым в остров, это реальная задача. И вот тогда, тогда, да, тогда, а история нам просто однозначно показывает, что не бывает войны, в которой не было войны, в котором Крым превращается в остров, в остров, то есть отрезается от материка, и его можно будет удержать. Вот такого не было. Это, ну, все войны, это и вот эта великая смута, которая называется гражданская война в российской советской историографии. Великие, очень хорошие полководцы не могли удержать Крым, когда его отрезали от коммуникаций. Гитлеровцы, то же самое, войска Третьего рейха, как только они смогли советские войска отрезать от коммуникаций, Крым был взят. И обратный процесс, когда советские войска отрезали Крым от коммуникаций, он превратился в остров, гитлеровцы не смогли его удержать. Не бывает исключения из этого правила. Поэтому вот я думаю, что, ну, на самом деле, собственно, Зеленский и сказал, что Крым это основное направление. Ну, так, в общем-то, понятно, что это там вроде бы как военная тайна, но это секрет Пуле Шинели. И так здравый смысл подсказывает, что это Крым. Поэтому я думаю, что дооккупация Крыма, она произведет серьезное потрясение. Это Кащеева игла. Игорь Александрович, да. Война, ну, просто последняя фраза, я, собственно, все сказал. Я думаю, что война закончится не после того, как, так сказать, вытеснят оккупационные армии до границ 91-го года. Это очень тяжело сделать. Очень тяжело. Она закончится по внутренним причинам. Просто как только Крым будет дооккупирован, хребет путинского режима начнет ломаться. Помните, Игорь Александрович, не так давно западная пресса писала о том, что у Путина, там, по-моему, осенью прошлого года, это или поза прошлого, я не вспомню, что очень много событий. Ну, неважно, в общем, осенью, прошлой осенью у него было три варианта, три сценария применения ядерного оружия. На случай. Если будет это, это и другое. И среди этих вариантов была деоккупация ВСУ Крыма. И это послужило бы причиной, как пишут журналисты, применения Путиным ядерного оружия. И здесь два варианта. Первое, либо он действительно применил бы ядерное оружие. И второе, либо это вброс. То есть специально, чтобы все понимали, и Украина, и Запад, что, ну, смотрите, вот будет что-то подобное, тогда Путин может применить ядерное оружие. Я не знаю. Но, как вы считаете, может ли после того, как вооруженные силы Украины заходят в Крым, может ли быть так, что Путин применяет ядерное оружие? Локально, в целях испугать, например, там, где-то в отдаленной местности? Не знаю. Но вот такой шаг с его стороны возможен, раз уж это громит империю, его власть. Ну, слушайте, власть все, понимаете, когда вышибли из Херсона, это тоже ведь Херсон по той конституции, так сказать, которая изнасилована многократно и перештопана, но по этой конституции Херсон тоже является частью России. Да? То есть, ну как? А как иначе? Вот. И Запорожье тоже является частью России, поэтому, а что это вот в Запорожье, так сказать, украинская, как они говорят, киевско-бандеровская банда хозяйничает? Вот. И ничего, и вы знаете, никто никаких ядерных бомб не бросает. Я, понимаете, очень сложно, конечно, когда ты имеешь дело с маньяком, но он все-таки мыло не ест и ложку в ухо не сует. И поэтому я не думаю, что Путин согласится отдать свою жизнь за Крым. Он очень сильно отличается от Гитлера, при том, что его часто сравнивают с Гитлером, но он от Гитлера очень сильно отличается. Гитлер, это был, ну, масштабом, все-таки Гитлер величайший злодей в истории человечества, а Путин пока не дотягивает. Он, конечно, противный очень, но по масштабу не дотягивает. И Гитлер, когда понял, что дело всей его жизни закончено, он сдох, сам сдох. Вот. А Путин так не сделает. И понятно, что у Гитлера были какие-то возможности, там, куда-то деться, там, забежать, но, вот он этого не сделал. А Путин, Путин будет спасать свою никчемную жизнь до конца. В этом разница. И я просто, это к тому, что, я не думаю, что, понимаете, применение ядерного оружия, это с... что может быть? Может быть испытание, где-то, так сказать, там, я не знаю, как Медведев предлагал, извините, это не Медведев, это Маргарита Симоньян, предлагала взорвать термоядерную бомбу над Сибирью. Ну, просто превратить в Хиросиму, Нагасаки, Омск, Красноярск и Новосибирск. Ну, а что в конце концов? Мы что, хуже американцев, что ли? Ах, там, там русские живут. Ну, какая разница? Бабы же новых нарожают. Поэтому, вот для того, чтобы испугать украинцев, могут где-нибудь там взорвать атомную бомбу. Но далеко. Я не думаю, что это будет использование атомной бомбы на территории Украины или еще где-то. Не думаю. Эта скотина очень дорожит своей жизнью. Доказано. Он, конечно, он, как бы, маньяк, но, еще раз говорю, это маньяк, который, все-таки, хочет жить. Очень хочет жить. Игорь Александрович, спасибо вам за это интервью. Спасибо за время, которое вы нам выделили. Удачи вам в вашем канале. Всего самого доброго. Игорь Яковенко был знамен на зв'язку. Друзья, подякуем нашему госту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!